Первые в истории России паралимпийские игры – это не только вопрос национального престижа. Это возможность системно в масштабах всей страны изменить отношение общества к людям с инвалидностью. В этом направлении активно развивается Российский Международный Олимпийский Университет. Мы не только в теории ставим эти проблемы. Мы на практике показываем, что и как должно быть сделано на примере учебного заведения для того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя полноценными людьми. И могли осваивать образовательные программы без посторонней помощи, не нуждаясь, самостоятельно передвигаясь, самостоятельно получая книги в библиотеках, самостоятельно попадая в любую аудиторию, пользуясь лифтами и так далее. В учебных программах университета заняты ключевые российские эксперты, стоявшие у истоков развития паралимпийского спорта и принимавшие участие в разработке стандартов доступности в нашей стране. Удачное участие в зимних паралимпийских играх, возможно, даст толчок и для развития других российских городов, по примеру, Сочи, где сделано все для того, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя комфортно. Мы, наконец, увидели, что среди нас живут разные люди. И самое главное, что происходит, мы, собственно говоря, понимаем, что эти люди абсолютно готовы к тому, чтобы с нами, с вами взаимодействовать в самых разных ракурсах. А когда мы видим то, что происходит сейчас на паралимпийских играх, то, как выступает наша сборная в очередной раз, мы понимаем, что возможности этих людей вообще ничем не ограничены. Наталья Рубцова признается, трудолюбию людей с инвалидностью, их желанию учиться можно только позавидовать. Нередко их силу воли ставят в пример студентам. И теперь задача общества – дать возможность людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать себя. Двери вузов открыты для них всегда. Елена Всец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.